Срок хранения до 30 суток. Может ли натуральный живой йогурт храниться целый месяц? Спросим об этом у наших молочных экспертов. Производство йогурта, как и любого молочного продукта, начинается с молока. Оно должно быть высококачественным. Все этапы обработки молоко проходит автоматически в герметически закрытых условиях. Далее в него добавляют закваску. Управление технологическим процессом на всех этапах осуществляется с помощью компьютера. За ходом производства следят технологи и специалисты производственной лаборатории. В герметичной стерильной емкости молоко проходит самую главную стадию – сквашивание, специально разработанной живой закваской, и превращается в йогурт. А для того, чтобы у кисломолочного продукта появился приятный фруктовый вкус, добавляются наполнители до 25% в зависимости от вида йогурта. Натуральное высококачественное молочное сырье, высокие санитарные нормы, начиная от воздуха, заканчивая одеждой наших сотрудников, которые работают на производстве, и в то же время закрытые технологические процессы, которые помогают минимизировать контакт человека с открытым продуктом, всё это в совокупности позволяет производить натуральный живой йогурт, и консерванты здесь вовсе ни при чём. Настоящий живой йогурт после сквашивания не подвергается температурной обработке. Так в нём сохраняются все полезные микроорганизмы. В йогурте много лактобактерий. Это хорошо, оно должно быть умерено в нашем рационе, потому что лактобактерии переводят лактозу, молочный сахар, в молочную кислоту. Соблюдение холодовой цепочки на всём пути готового продукта, от конвейера до полки магазина – ещё один фактор продления срока годности. Поэтому вся продукция с момента производства до доставки потребителям находится под надёжным контролем. И помните, живой йогурт можно хранить только при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов. Теперь вы убедились, что натуральный йогурт может храниться и 30 дней, сохраняя все свои полезные свойства. Редактор субтитров А.Семкин